Спартаковцы Дмитрий Градиленко Главный тренер команды Олег Романцев Вот как раз вы видели состав Спартаковцев Да, заполнены трибуны сегодня Глубника Судейская бригада Мишель Жерар, главный арбитр матча Ему помогают сегодня Марсель Лайне и Жак Паут Вся бригада из Франции И наконец комиссар встречи Лария Апелькунст из Швеции Вот собственно предварительная информация Которая всегда естественно Интересует любителей футбола Ну что касается Марадоны Который находится сегодня в запасе Вообще непонятная какая Совершенная история с ним происходит Он обвиняет тренера Альберта Бегона в том что Он поставил его на этот матч С самых первых минут Дело в том что Марадона говорит Не обязательно вовсе лететь вместе с командой Было на этот матч Ничего страшного нет в том что Я прилетел на личном самолете Ну естественно был у него пилот конечно Тем не менее Бегон на этот раз Проявил мне кажется твердость И не поставил звезду Аргентинского да итальянского футбола Начальный состав команды Выйдет ли Марадона на поле Трудно сейчас сказать Во всяком случае чувствует он себя неплохо И ссылка его на то что у него по прежнему болит спина И он полной силы не может играть Мне кажется все таки не состоятельно Ну в общем то В своих взаимоотношениях Бегона и Марадона по моему пусть разбираются Сами Еще раз повторю что думаю не только Присутствие Марадоны В составе Наполя Объясняется интерес к такому матчу Действительно очень уж давно я думаю Такой сильный соперник не встречался Ни московском Спартаку Ни другим нашим командам Которые выступают в европейских кубковых турнирах Кстати говоря вы знаете Фирма Элекс Электронное объединение Интересную очень информацию предоставила Перед этим матчем За все годы участия в европейских клубах Кубковых турнирах Был подсчитан рейтинг И вот первое место занимает сейчас Мадридский Ареал У него 333 очка Дальше идут Барселона Ювентус Бавария И Андерлехт Вот 5 сильнейших команд На сегодняшний день В европейских кубковых турнирах Что касается наших клубов То на 9 месте динамовцы Киева 179 очков На 17 месте Спартак И 25 место занимают динамовцы Москвы Но остальные сами понимаете ниже Поскольку не так много Некоторые из наших клубов Участвовали в европейских кубковых турнирах Итак, в центре поля Довольно многочисленная группа фотокорреспондентов Слева располагается Сейчас итальянская команда Она в голубой своей, можно сказать, традиционной форме играет Немного прохладно в Москве Ну, может быть, прохладно именно Для сентября, может быть, октября Для ноября просто, я считаю, прекрасная погода В этом смысле повезло, по-моему, и болельщикам И самим футболистам Где-то 0 градусов, наверное И в очень хорошем состоянии Находится поле Большой спортивной арены В Лужниках Так что будем ждать Хорошего футбола в сегодняшнем матче Смотрю, спартаковцы Готовятся начать игру В центре поля Рядом расположились Шмаров и Мостовой Как я уже сказал Спартаковцы не изменили Свой состав Что касается команды Наполе То трех футболистов, которые выступали Две недели тому назад в Неаполе У них сегодня нет Вентурин, Селенции и Марадона Находятся в запасе Итак, сейчас Арбитр матча Главный арбитр Мишель Жерард Даст листок Вот он и Начался Первый тайм матча Между Спартаком И Наполе Но я думаю Нелегкое, конечно, испытание Спартаковцам предстоит В этом матче Дело в том, что Итальянские клубы Вообще-то Отличаются Своей довольно Крепкой обороной Может быть У нас, правда Такое впечатление Осталось еще С тех давних времен Когда В конце 60-х В начале 70-х годов Итальянский Интер Сильнейший гол на европейском континенте И вот Очень уж крепка была Оборона Прорвать ее было Просто сложно И вот В тот период Наши клубы встречались С Интером Я помню Торпедовцы В одном из европейских Куплов Встречались С итальянским клубом Ну и Это Тактическая система Что-ли Или в общем-то Такая игра от обороны Получила название Каттиначио Вот своеобразный Каттиначио Мы можем увидеть И сегодняшнем Матче В исполнении Неаполитанцев Мяч вышел За боковую Итальянцы Вводят его В игру Бароне Подача И как я Прыгал Но Его опередил Кульков Подача В вратарскую площадку Очень уверенно Играет Черчесов Кстати Очень высокую оценку Он получил За Матч Предыдущий С Наполи 7 баллов Вообще Большинство Спартаковцев За ту встречу Получили Очень высокие оценки По итальянским меркам У нас как-то Не принято Выставлять Оценки Хотя бы По 5-бальной системе В Италии Действует 8-бальная Шкала Оценок Вот хорошая передача Чуть-чуть Может быть Запоздал Сейчас С передачей Мостовой Было уже Положение Вне игры Да Шмаров Явно Оперебил Сейчас Защитников Был Впереди Них И Вовремя Очень боковой Арбитер Сигнализировал Своему главному Судье О том Что было положение Вне игры Чуть-чуть Пораньше Вы сделать Передачу Не останавливая Мяч Водно Касание Вот Посмотрите Тем более Движение Довольно Было Уверенное У Шмарова И Некуда Больше Было Делать Передачу Карпин Не точно Играет Алимао Это Девятый Номер Был Мауа Он В матче В Неаполе Вышел На замену Во втором Тайме Длинная Дегональная Передача Куглу Штрафной Площади Спартаковцы Естественно Очень серьезно Готовились К этому Матчу Берегли Можно сказать Физические Свои силы Не очень много Уделяли Внимание Практическим Занятиям Тренировкам Но что касается Теории То здесь Достаточно Много Было Времени Уделено И просмотру Встречи Неаполитанского Клуба В частности Предыдущего Матча С Спартаком В общем Досконально Разобрали Спартаковцы Игру соперника Но может быть В какой-то Степени Неожиданностью Было то Что они Играют В сегодняшнем Матче Марадона Но я не думаю Что по ходу Встречи Спартаковцы Не смогут Перестроиться Попов Отыгрывает Назад В штрафную площадь Кульков Вот здесь Налево Свободен Позняков Кульков Попов Как Ятти И Алимау С мячом Ну это диспетчер Итальянской команды Я думаю Что многие Комбинации Будет завязывать Именно он Четвертый номер Это Карипа Игрок Кстати Сборной Италии В итальянской Команде Три футболиста Которые Привлекаются В сборную Это Феррара Второй номер Третий Франчини Четвертый номер Карипа Карипа Городиленко Выбивал мяч Из штрафной площади Зола Интересно Что Марадона Завел о том Что После Первой Игры О том Что В общем-то Он считает Ничего страшного Не произошло И мы обязательно Выиграем В Москве Ведь ему Пока Ему такая Возможность Не предоставлена Самому выйти На поле И Это Сказать Помочь Своей команде Базулев Пока Вы знаете Я бы Отдал Предпочтение Итальянскому Клубу Нет Остроты Естественно Пока Еще Нет В действиях Наполе Но То Что Почаще Мясочек Гастит У футболистов Итальянского Клуба Это Факт И они Небольшое Телефральное Примечство Все-таки Имеют 6 минут Кстати Сыграны В этом Матче Пока 0-0 Кстати Вот только При таком Результате Могут Может быть Назначено Дополнительное Время И Даже После Матчевые Пенальти Если Естественно В дополнительное Время Ничего Не Произойдет При любом Другом Результате Одна из команд Становится Победительницей Нет От ноги Шалимова Мяч Ушел Сейчас За боковую Линию Итальянцы Ведут Ее В игру Наверное У спартакцев Вот на этот раз Не было никаких Забот в отношении Подготовки К этому Матчу Потому что Игровая Практика Практика Была Знаете 20 Октября Закончился Чемпионат Советского Союза И естественно Все наши Клубы Которые Выступают В европейских Кубковых Турнирах Всегда Озабочены Тем Где бы Найти Спарль Партнеров Вот здесь Спартаковцам Я считаю Ну В какой-то степени Не повезло Потому что Забот никаких Не было Перерывы Между Двумя матчами С Неаполем Спартаковцам Провели Три встречи В Соединенных Штатах Америки Ну Может быть Не очень удачный Турни Получилось Два поражения Одна победа Но правда Спартак Выступал В ослабленном Составе Четыре Поболиста В сборной Советского Союза Виталия В не игре Так что напрасно Поворотом Белый Кольяна Сейчас Показывает Что он Не слышал Свистка Арбитра Но Как разминка Будем считать Было это Для Черчесова Который Так уверенно Довольно Забрал мяч Позняков Кульков Да я думаю Что В октябре Особенно Месяц У спартакцев Было Достаточно Игровой На практике Даже Солишком Поэтому Может быть Тренеров Больше Зависело Физическое Состояние Футболистов Чтобы Они Не чувствовали Себя Усталым Нарушение Правил Было Штрафной Удар Пробьют Итальянцы Алимао Собирается Это делать Еще Одна Передача Штрафную Площадь И Мяч Оказывается У Попова Там Правда Вне игры Было Арбитер Остановил Уже Встречу Базарюш Собирается Бить Свободный Удар Кузняков Хорошей На поле Какая Был Это ногой Базарюш 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 Удар Удар Может быть Спартак Спартак Собирается Чуть Чуть Побыстрее Действовать При Высокой Такой Технике Итальянского Клуба Средний Темп Только На руку Мяс Тяжеловато Отобрать У них Не знаю Найдутся ли силы У спартаковцев Чтобы Взвинтить В этом матче Шалимов Простреливает Страхную площадь Мяч Мяч Вышел За боковую 12 минута Первого тайма Пока 0-0 Базулев Позняков Кульков Смечен Это Перепадинка Вовремя Там Бросился Под мяч Защитник Итальянцев И угловой Подают Спартаковцы По-моему Это первый угловой Около Ворот Неполитанцев Да Приятно В общем-то Играть В такой Обстановке При полных Трибунах Еще В одном Игроке Мы забыли Сказать Который Отсутствует Уже Довольно Длительное Время В итальянской Команде Это Бразилец Карека У него Травма Так что Он Не выступал И в первом Матче И сегодня Его нет В составе Наполе Такой Очень Острый Нападающий Правда Говорили Что он Не в лучшей Форме Но тем Не менее Всегда Какое-то Определенное Внимание Ему Должны Уделять Игроки Обороны Вороне Черчесов Останавливает Мяч Попов По полу Мяч Да Немного Опасно Играл Действительно Защитник Спартаковцев Вообще Вы знаете Интересная Мне кажется Находка Олега Романцева Попов В прошлом году Был приглашен Из Ярославского Шинника Причем По своему Ампулау Нападающий Вот сейчас Нашлось место Ему На левом Фланге Обороны Естественно Конечно С расчетом На то Что Сохранил Навыки Нападающего И В определенной Ситуации Может сыграть Очень остро Я скажу Что так Ко двору Как говорят Пришелся Дмитрий Попов Спартакский Коллектив Но все-таки Знаете Больше Года По моему Искали Тренера Места В основном На составе Не знаю Как дальше Будут дела Складываться Но пока Отнюдь Отнюдь Не портит Картину Спартакском Коллективе Вот видите Нарушение правил Было Действительно Опасно Очень С прямой Ногой Шел На отбор Мяча Дмитрий Попов Джованик Галли Вратарь Наполе С мячом Кстати Вот в первом матче Вы помните Как он проходил Довольно большое Преимущество Было Итальянского Клуба И Как выглядит В общем-то Галли На что он способен Мы практически И не узнали Может быть В сегодняшней встрече Будут поагрессивнее Нападающие Спартака Да и игроки Средней линии Кстати Сегодня Очень-очень Много будет решаться Именно в игре Средней линии Потому что Я так смотрю У итальянцев Фактически Один форвард Впереди Это Инкок Ятти Одиннадцатый Номер Остальные Могу сказать Так Составляет Второй Эшелон Атаки Во главе Салимао Что касается Спартаковцев То у них Так По-настоящему Все-таки Только Шмарова Можно Отнести К чистым Нападающим Потому что Мостовой Он все-таки Тикотеет К игре В средней линии Ну и здесь Надежда на то Что Спартаковцы Именно в средней линии Должны переиграть Соперника Но пока Мне кажется Ну небольшое Минимальное преимущество Имеют итальянцы Правда Вот после Десяти минут И игры Первым таймем Немного изменилась Картина Почаще так Спартак Переходит На половину Поля соперника Нарушение правил Было Штрафный удар Алима Убьет Не точно Кульков Фалимов Очень коротко Мне кажется Играют Спартаковцы Позняков Карпин Позняков Не точно Сыграл Мауро Алимао Ну довольно часто Мяч бывает У Алимао Не случайно Я стал о том Что возможно Он будет Главным действующим Лицом В составе Наполе В отсутствии Диего Марадона Вот видите Марадона Как внимательно Смотрит За игрой Своих Товарищей Я уже В предыдущем Репортаже Две недели Тому назад Говорил о том Что Бигон Вообще Тренер Итальянского клуба Довольно Мягкий человек И много Очень именно Марадония Прощает Ну Карпин Бьет Поворот Там Выше Перекладина Мяч летит Да он Много Довольно Прощает Марадония Марадония Его опоздание Отсутствие Даже бывает На тренировках Ну хотя бы В случае С отлетом Сюда В Москву Хотя Горозятся Что на этот раз Марадона Будет оштрафован На 30% У своей Мечтной Зарплаты Ну я думаю Это не в общем-то Не так уж страшно Крипа Алимао Подача В вратарскую площадку Черчесов Легко Очень забирает Мяч Я подавал Дзола Десятый номер Перепадинка Многовато У Спартак В брак А все-таки Причем Вы знаете Обратите внимание Так вот В середине поля Особенно где-то При приближении К центральной Линии поля Еще на своей Половине Редко все-таки Теряет Спартак В цемечном Как только Пытаются Перейти на Игру Подлиннее Что ли Как говорят Футболисты Так сразу Следует Ошибка И очень узко Все-таки Действуют Футболисты И той И другой Команды На половине поля Которая ближе К нашей Комментаторской кабине Карпин Кульков Вот он Справа Там по-моему Это Это Базулев Подключился К атаке Подача Удар Поворотом Красиво Ничего не скажешь Просто красиво Это мостовой Бил поворотом После прохода Базулева Вот почаще Были бы Стремительные Атаки У Спартак Ну и сейчас Видите Игроки Средней линии Поспели Поддержать Атаку Нарушение Правил Вот в первой встрече Спартак Довольно Жестко Вообще Действовал Но Как-то Очень редко Редко Переходил Гранит Дозволенный Не случайно Что только Одна желтая Карточка Была Превьяна Спартак Кулькову Черчесов С мячом Карпин Кульков Градиленко Ну подсказать Сейчас надо было Конечно подсказать Надо было Кулькову Что сзади У него Находится игрок Это Алимау Переводит игру На правый фланг И здесь Попов Очень хорошо На опережение Играет Карпин Вы знаете Исполняет роль Такого Опорного Полузащитника Вот от него Конечно Очень много Зависит В смысле И оборонительных Действий И в атакующих Действиях Ну мне кажется Что Что касается Отбора Еще Может быть Он справляется Со своими Обязанностями Где-то там Перехватить мяч Вовремя Выйти вперед Отойти назад С точки зрения Организаторских Способностей Конечно Никто из степени Не может Кого-то другого На этом месте Заменить Но предположим Даже Черенкова Хотя конечно Черенков В свое время Такой объем Работы Не выполнял В Спартаке Как Это предписывается Делать Карпин Куйков Опять Не точно Парони Алимау И удар Поворотом Далеко Метров Метров Тридцать На лимау Пока 00 22 Минута Первого Тайма Ну и По сути Один момент Был только У Спартаковцев Помните Когда Попов Бил почти С линии Вратарской Площадки Попал В уголки Первого Итальянца Разыгрывает Разыгрывает мяч Мечер Чесов Уградиренко Попов Попов Делать Наказать Итальянца Наказать Итальянца Сегодня вообще Большой Можно сказать Футбольный День И Для поклонников Футбола Я напомню Какие еще Трансляции Они могут Посмотреть Сегодня В 21.45 По второй Программе Начнется Репортаж О втором Тайме Матча Кубка Обладателей Кубков Между Чехословацкой Дуплой И Динамовцами Киева А в 23.45 Репортаж Полностью Причем По первой Программе Кубку Ифа Между Севильей И торпеда И затем После его Окончания Еще Передача О втором Тайме Встречи Черноморец Монако Вот такая Большая Очень Спортивная Программа Сегодняшний Праздничный День Ну я думаю Что поклонник Футболу Все таки Выдержит Такую большую Нагрузку Угловой Спартаковцы Подают Галли Довольно Уверенно Вы знаете Вышел из ворот Правда мяч Очень долго Летел Так Очень высокой Такой Траектории Не торопясь Что ли Летел Поэтому было Время Конечно У итальянского Вратаря Инкопиатти Опас Может быть Момент Около ворот Спартака Спартака Но там Ворем Кто-то И спартаковцы По-моему Это Позняков Отошел Назад И Выбил мяч Из-под ноги У форварда Итальянцев Позняков Кульков Блокировка была Спартака Спартаковцы Бьют Свободный удар Задумался Диего Марадона Не дошел Мяч До мостового Там Вне игры Было Свободный удар Итальянца Пробьют Вы знаете Надо даже Складывается Такое впечатление Что Марадона Искусственно Что-ли Подогревает Интерес К себе Потому что Вот вчера Например Агентство Французское Агентство Французской Пресс Сообщили о том Что он Не прибудет Вообще На матч С московским Спартаком Что Все попытки Связаться С ним Ничего не привели Он ни на телефонные Звонки Не отвечает Ни сам Ни с кем Из команды Не связывается Короче Вот такая информация Была Даже Когда Итальянский клуб Вовремя Не улетел Из Неаполя В Москву То Послали Трех футболистов Которые Поближе всех Находятся К Марадоне В более дружеских Что-ли с ним Отношениях Ну и На их приезд Он никак Не отреагировал Даже Не вышел К ним Так сказалось Он уже И не прилетит В Москву На этот матч Я думаю Что он все-таки Во втором Тайминге Во всяком случае Еще выйдет Если До конца Альберто Бегон Не выдержит Характер Позняков Кульков Штрафной удар Ну может быть Сейчас и напрасно Арбитр остановил Встречу Кульков Мостовой Справа Справа Градиренко Свободен Вот такая Типичная Я скажу Мелкая Спартаковская Игра Но там Очень много Футболистов Перед штрафной Площадью Итальянцы Атакуют И вот Игры на Правой Фланг А там Попов Успел вернуться Назад Карпин Очень много Потерь мяча Все-таки У Спартака И представляете Сколько усилий Затрачивает команда Затем Чтобы отобрать мяч Ну Я уже говорил о том Что Вернее не я Даже Многие говорят Все надо Дорожить Просто Мячом И Естественно Когда команда Чаще им владеет То Соперник Испытывает Неудобства Какие Физических сил Больше затрачиваются Да и Всегда это С психологической Точки зрения Знаете Как-то Сильно действует На футболиста Мяч ушел За пределы поля Ну Пока Спартак Я думаю Не может похвастаться Тем Что Какая-то Стройная У него Такая Смысленная Игра Есть Я понимаю Прекрасно Что соперник И сильный Очень авторитетный Соперник Но Тем не менее Надо Как-то Дорожить Мячом И Наладить Комбинационную Хорошую Игру И Таких Резких Что-ли Неожиданных Ходов Пока Со стороны Спартаковцев Не видно Базулев С мячом Что касается Наполе То Я В начале Репортажа Приводил Вам Таблиц Что-ли Своеобразную Которую Подготовил Объединение Эликс Где В пятерке Сильнейших Команд Нет Непританского Клуба Его нет Кстати В десятке Только во второй Двадцатке Связан То с тем Что До Восемьдесят Семьмого Года В общем-то Команда Никак не блистала Не в итальянском Чемпионате Не тем более На европейской Арене И вот Последние Только четыре Сезона Можно сказать Пришел Такой Хороший Очень большой Авторитет К итальянскому Клубу Гальди С мячом До Наполи Достанет мяч Маура Нет Из-за Боковой Спартаковца Введут Мяч Да вы знаете Как тот Фотокорреспондент Они одинаково Распределились Часть За воротами Спартака Часть За воротами Итальянской Команды И действительно Вот только Такой Скрупулезный Очень подсчет Буквально До последнего Человека Может определить За какими же Воротами Больше Фотокорреспондентов Находится Карпин Попов Кульков С мячом Долго Очень долго Попов Готовился Сделать Передачу Повнимательнее Базулеу Надо играть Он последний Остался сзади Только вратарь Черчесов был Градиленко Не играй Опять Шмаров Забежал Вперед Свободный Дар Пробьют Итальянцы Тридцатая Минута Заканчивается Первого тайма Пока 0-0 Ну Может быть Особой красоты И нет в сегодняшнем матче Чувствуется просто Очень большое напряжение И естественно Конечно Ни одна из команд Не хочет уступать Не хочет Даже вообще Мач Пропустить Мне так Кажется Что Этот забитый мяч Может стать Вообще Единственным И принесет успех Литой 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 Команде Поэтому Без риска По-моему И действует И та И другая Команда Позняков Кульков Вновь мяч Мог быть У Познякова Но чуть-чуть Не точно Маура И направо Сюда Передача Направо Это Зола Алимао Барони Капитан Неполитанцев Зола Минкок Ятти Мяч ушел Уже За линию ворот Да Удар От ворот Спартаковцев Нет Нет Напрасно Там какие-то Вам не видно Это Сейчас Показывают Нам Трибуны В Лужниках Минкок Ятти Как претензии Предъявлял Арбитру Бокового Что он зафиксировал Что мяч Ушел За пределы поля Черчесов Играет С Градиленко Еще дальше Поближе К центральному Кругу Передача Кулькову Феррара Каррадиньи Каррадиньи Маура Там же я смотрю Седьмой номер Это Каррадиньи Он очень умело Стал подстраховывать Своих партнеров В случае Если мяч Был бы направлен По правому Флангу В направлении Кулькова Маура Кальмауа Как я Те Очень хороший Вы знаете Быстрый Такой Футболист Техничный Хороший Ничего не скажешь Техника И кстати В первом матче Довольно много Хлопот Обороны Спартакси Доставил И у него Было Несколько Хороших Очень моментов Для взятия Ворот Крипа И мы с тобой Так Судорожно Вы знаете Оглядывается Некому Сделал Передачу Шмаров Вы знаете Неизвестно Чем Все это Закончилось Если бы Не было Нарушения Правил Так На хорошей Очень Скорости Убегал Шмаров От соперника И Самое Главное Умело Очень Обработал Мяч Наш Нападающий Желтая Карточка Сейчас Будет Показана Вы знаете Подозвал Арбитр Футболиста Который Нарушил Правила Тогда Я вам С уверенностью Сказал Кто Это Был А так Мне Просто Не видно По моему Это Карадине Седьмой Номер Предупрежден У итальянского Клуба Ну С уверенностью Не могу Все таки Сказать Но тем Не менее Уже Одна Немногочисленная Стенку Выстрелили Футболисты Наполи Шмаров Приготовился Бить Расстояние Большое Доворот Ну Вы знаете Всякое Бывает В футболе Какой-то Сумасшедший Совершенный Удар Может Нанести Шмаров Нет По сути Никакого Удара Не получилось У Шмарова Зола Отбрасывает Мяси Свою Штрафную Площадь Ну Что же Равная В общем-то Равная Совершенно Идет Игра В этой Встрече Если Первые Минуты Мы еще Отдавали Предпочтение Итальянскому Клубу То Теперь Уже Давно Минут Наверное 20 Как игра Окончательно Выровнялась И так Идет Вы знаете В среднем Темпе Без Взаимных Угроз Раскрываться Ни одна Из команд Не хочет И считает Что Довольно Опасно Тут Приятно Что То Что Соперник Очень Уважительно Относится К Спартаковцам Штрафной Спартаковцам Бьют Арбитр По-моему Сейчас Предъявит Вторую Желтую Карточку Или нет Или просто Устное Замечание Замечание Сделает Отживание Франчини Третьему Номеру Итальянской Команды Нет Просто Так Вы знаете Высказал О своем Неудовольствии Тем Что он После Свистка Отбил Мяч Это Такой Предварительный Что ли Сигнал К тому Что он Следующий Раз При нарушении Провол Может Показать Желтую Карточку Базули Убьет Штрафной Мауро Нет Простите Это Алимау Феррара Здесь Защитник Спартака Должен Сыграть Позняков И Налево Попову Базулев Все-таки Мне кажется Получше У итальянцев Мяч Держится Еще раз Повторю Что очень много Ошибок У Спартака В передачах И довольно Медленно Атака Все-таки Развивается Стремительности Не хватает Еще раз Повторю Что есть Неожиданных Ходов Со стороны Спартака Почти Нет Мостовой За счет Индивидуальных Усилий Мог он Что-то Выжить В этом Эпизоде Попов И опять Передача Фактически В борьбу Но там Итальянские Защитники Очень головой Хорошо играет Да и позиционно Пока Ни одной Практические Ошибки Они не Совершили В нарушении Правил Со стороны Базулева Атака Итальянцев Это Кариб По полевому флангу Орвется В штрафное Спартака И нарушение Правил И Желтая карточка У Спартаковца Перепадинка Ну вот Вроде бы Никакого Грубого Приема Не было Сейчас Но дело В том Что сорвал Атаку Перепадинка Поэтому И была Показана Желтая Карточка Ну молодец Крип Вы знаете Так мощно Шел К воротам Спартака И Полузащитник Спартаковцев Ничего С ним Не смог И сделать Ну Трудно сказать Конечно Чем В этот момент Завершился Но опасен Был Опасен Был проход Крип Около угла Штрафной площади Итальянцы Будут бить Штрафной удар Алимауа Я смотрю Около мяча Там же Маура Кто-то из них Наверное Нанесет удар Это довольно Вообще Опасно Спартак Систент Это выстрелили Из трех Футболистов Она должна Прикрыть Ближний угол Все честно Там Беспокоится В воротах И так Штрафной Удар Поворотом Шмаров Бойцовский Такие Хоккейные Надо сказать Качество Проявил Бросился Под мяч Из-за Боковой Итальянцы Введут Мяч Выбрал Нарушение Правил Попов Позняков Это Шмаров Передача В штрафной Площадь Ну там Очень резко Вы знаете Сыграл Защитник Феррара И выбил Мяч Из своей Штрафной Площади Да Остроты У Спартакцев В атаке Брюс Явно Не достает Как ни странно На протяжении всего Сезона По-моему Раздавались Упреки в адресах Обороны Спартаковцев Страна И в атаке У Спартаковцев Не случайно Что в чемпионате Советского Союза Спартак Всегда В общем-то Приведу Кен давал На роль Самой результативной Команды А в этом году Наступил Динамов Киева По результативности Уступил ее Армейцам Москвы Кульков В центральном Круге Перепадинка Вот сейчас Не было вне игры Опасный момент Ай-яй-яй Ай-яй-яй Шмаров Шмаров Мог Мог ведь Перекинуть мяч Через воротаря Или какой-то Другой вариант Мог быть У нашего Нападающего Желтую карточку Предъявляет Арбитр Сейчас Галкиперу Галли За игру рукой За пределами Штрафной площади Так что Штрафной удар Пробьют Спартаковцы Хороша была Передача Вот посмотрите Ну вроде бы Все верно Делал Спартаковец Если бы стал Обыгрывать Галкиперу Трудно даже сказать Чем бы все это Закончилось Момент был просто Идеальный Я так считаю Так что Видите При такой Можно сказать Не очень агрессивной На игре Спартаковцев У хозяев Поле Было Две Возможности Открыть Счет В матче Ну вот Будем считать Что это Еще одна Возможность Штрафной удар Будут бить Футболисты Спартака Там Мостовой И Шалимов И Шмаров Около Меча По-моему Просят Стенку Установить На положенное Расстояние Но этого Никогда не добьешься Конечно Но так Метров 7 может быть И есть Мостовой Или Шмаров Шмаров Разбегается Пробегает Мим мяча Удар Поворотом Так Нельзя сказать Что это уж Такая домашняя Заготовка Которая бы Напрочь Запутала И сразила Соперника Но Удар Не очень удачный Был У мостового Удар от ворот Итальянской команды Ну вот Ценой нарушения Правил Арбитр Все-таки Можно То есть Арбитр Игалкипер Спас Итальянскую команду Две минуты До конца Первого тайма 0-0 Матча Между Спартаком И итальянским Клубом Наполи Галли Бьет На половину Поля Спартаковцев Алимао Итальянская 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 Ведут мяч В течение всего Первого тайма В тени Находится Но нагрузка Действительно В течение сезона Очень большая Нашали Выпала Он из-за сборной Советского Союза Выступал Правда Немного Я имею ввиду В первой части Сезона Провел две игры В составе нашей команды На чемпионате Мира Ну и После Этого У него еще были Игры И в составе Молодежной Сборной Советского Союза И В московском Спартаке В общем Нагрузка приличная Но скажу Что по своим Физическим данным Все-таки Шалинов Не то Чтобы Выдерживать Такую нагрузку До конца В течение Всего Долгого сезона Поэтому Может быть Вот сейчас Он так в тени Находится Это Мостовой Мяч от ноги Защитника Криппы Уходит За линию ворот Угловой удар Спартаковцы Подают Сейчас пойдет Последняя минута Первого тайма Подача Галли Не стал рисковать Молодец Хотя мне казалось Что мог Поймать Очень четко Попов Нарушение правил Итальянцы Будут Страхной удар Ну вот Я скажу Попов В общем По джентльменски Себя вел Он и извинялся Но никак Это не воспринимал Итальянские Футболисты По-моему Это Де Наполи Галли не торопится Вводить мяч В игру Пока С мячом Капитан Феррара Ждут Явно Ждут Итальянцы Свистка Об окончании Первого тайма Ну как я На нарушение правил Так за ним Индивидуально Никто не присматривает Но конечно Это не Марадона И по Месту Можно сказать Каждый защитник Спартака Играет По своему месту Так что Сейчас Опекал его Попов Нарушил правила Штрафной удар Бьют Итальянцы Маура И Кокьяти Маура По-моему Да Вот Навешивает мяч В штрафную площадь Такой Вы знаете Очень Опасный Навес И в это Время Раздается Свисток Арбитра Об окончании Первого тайма Итак Команды Сейчас Вышли На поле Так потихоньку Фотокорреспонденты Покидают Поле Сейчас Подошел ко мне В перерыве Итальянский Комментатор И спросил Прогнозы На исход Этого матча Я сказал ему Что очевидно Все решится После матчевых Пенальти Ну пока Судя по игре Все идет Действительно К этому Может быть Придется играть Еще командам И дополнительное Время Возможно И после матчевых Пенальти Придется Пробивать Ну Итальянский Журналист Комментатор Мне сказалось В общем то Его это не устраивает Потому что Он хочет Как можно быстрее Улететь Домой Я ему на это Ответил Что пожалуйста Можете спуститься вниз И дать команду Клубу Наполе Чтобы они пропустили Хотя бы Один мяч Поскольку Вы торопитесь И так Итальянцы Начинают Второй тайм Пока я смотрю Вроде бы Никаких изменений В составе Итальянского Клуба Нет Это Инкок Ятти Одиннадцатый номер Маура Естественно У спартакцев У итальянцев Сегодня в запасе Вратарь Гаглеотелли Ричарди Вентурин Селенцы И Маратон Вот трое последних Я уже говорил В первом матче Играли в основном составе Спартаковцы Атакуют Там левый фланг Свободен И Памков Ждал Ждал передачи Но последовало Опять Продольная Очень короткая Передача И с ничем Уже Итальянцы Да тут еще В центральном круге Не очень удачно Сыграл Карпин Нарушение правил Со стороны Спартаковцев Пятая минута Второй половины Матча Пока 0-0 Нарушение правил Уронили здесь Крипу Насиму Крипа Вот Марадона С некоторым опозданием И в окружении Такой большой Большой Очень свитый Фотокорреспондентов Держит Я смотрю Ботцы в руках Ну Кто знает Может быть И Будет сейчас уже Готов выйти На поле Спартаковцы Атакуют Перепаренко Нет Отбирает у него Мяч Крипа Не точно Играет И там На перехват Базылев пошел И тоже Не смог Завладеть Мячом Маура Граделенко Нарушает Правила Штрафной Дар Итальянцы Пробьют Я напомню вам о том Что В первом круге Куб Европейских Чемпионов Итальянцы Выиграли У венгерского Клуба Дожа Уйпешт 3-0 В гостях 2-0 На своем поле Спартаковцы Дважды С одинаковым Счетом 2-0 Победили Пражскую Спарту Так вот Видите Пока Команды И та и другая Не пропустили Ни одного Мяча Уже По три Матча Не провели Упи Европейских Чемпионов Алимао Трипа Ну атаковать Там некому Вряд Нет Не успеет Мостовой Кмячу И Почти Центральной Линии Поля Зола Отбрасывает Мяч Свою Страхную Площадь Алимао Итальянцы Пошли вперед Барони Маура И Попов Убывает Мяч За боковую Линию Еще раз Итальянцы Вводят мяч За боковой Маура Очень умело Вы знаете В окружении Двух Спартаков Сур Держит Мяч Там Пространство Ограниченное Все-таки Шалимов Забирает Мяч И Нарушение Правил Боковой Арбитр Гуфиксела Продукт Здесь же Главный Судья Был Мишель Жарар Так что Видел Нарушение Правил Со стороны Итальянцы Чек Чесов Отдает Направо Градиленко Очень Много Мне кажется В сегодняшней Встрече У Спартака Игры Через Центр Сланги Почти Бездействует Особенно Правый Фланг Где Довольно Активно Часто Очень Выступает Перепаринка Галли Забирает Мяч Руки Вот видите Немного Накаляется Правда Обстановка Когда Флангом Начинается Атака В частности Сейчас Хорошо Очень Прошел Шалимов Франчини Останавливает Встречу Арбитр Да По-моему Назначает Штрафной Удар В сторону Спартака Кстати Вот В первом Матче Арбитр Великолепно Просто Судил Я сейчас Уже Забыл Откуда Он Был Но Никаких По-моему Претензий К нему Не было Так По каким-то Может быть Только Мелочам Это было Даже Удивительно Штрафной Бьют Итальянцы Все Спартаковцы Все Десять Полевых Игроков Отошли Свою Штрафную Площадь Хорошо Играет Черчесов Не стал Рисковать Ловить Мяч Так Легко Очень Выпрыгнули Кулаком Выбил Мяч Штрафной Площади Маура Вы простите Это Алимау Карпин Градиленко Как Не точно Сыграл Базулев Кстати Мог Остановить Мяч И так Спокойно Им Распорядиться Ну что Готовится Диего Марадона Лучше На поле Для этого Ему Все-таки Нужно Размяться Поскольку Вы знаете Холодная Погода В Москве Нарушение Правил Сначала Конечно Мостовой Сначала Отталкивал Соперника От мяча Потом Уже Завладел Не очень Мне кажется Романцев Доволен Действиями Своей Команды Это Франчини Отдает Свою Штрафную Кульков Перепадинка Ну очень Мелко Мне кажется Мелко Спартаковцы Играют Здесь Достаточно Футболистов Ну Золотая карточка Должна Быть Показана По-моему Алимау Да Вот Арбитр Нет Пока Устные Устные Делает Замечания Бразильцы Мне кажется Не совсем Принципиально Поступил Сейчас Арбитр Вы помните Когда Из ворот Выскочил За пределы Штрафной Галлии Вратарь Он тут же Показал Желтую карточку Азиат Сейчас По существу Тоже Была Сорвана Атака Тем не менее Наказание Никакого Не Последовало Ну Наказание Было Конечно Штрафной Удар Но Всего Лишь Базулев Думается Что Вряд ли Найдутся Силы Спартака Для того Чтобы Увеличить Темп Только Мне кажется Скорость Может Спасти Спартакцев В этом Мачо Причем Вот В такой Неторопливой Игре Когда Можно К очередному Коду Соперника Приготовиться Вряд ли Что Либо Получится Спартака Вот Видите Чуть Чуть Неточные Передачи Уже С Мечом Итальянский Колок Нарушение Правил Это Алимао Ну И здесь же Весь в работе Виктор Гончук Сотокорреспондент Еженедельника Говорит И показывает Москва Нужна ли Медицинская Помощь Алимао Выходит Врач Массажист Как обычно Бутылка воды Сейчас кто-то Из футболистов Без сомнения Галакнеют водички Ну А лечение В таких случаях Одно Это Заморозка С трудом Поднимается Алимао Ну и через 3-5 минут Даже по-моему Вы не узнаете О том Что он был Слегка Травмирован Впрочем Может это Мои только Предположения Итак Итальянцы Бьют Штрафной Удар Шалимов Попов Шалимов Попов На левом фланге Упустил мяч За линию ворот Так что Свободный удар От своих ворот Бьют футболисты Итальянского клуба Смотрим на табло 14-я минута 2-го тайма По-прежнему 0-0 И без Как говорят Вариантов Пока Для того Чтобы Как-то даже Обострить игру Не просматривайте Это ни у той Ни у другой Команды Ну тут Поправка Дальше Вот видите Режиссер Показывает 11-я минута Только Идет Дело в том Что я смотрю На большое табло На большой Спортивной арене Но там Правда Реальное время И почему-то Не загорается Возьмите Время Игровое Ну значит Внесем Поправку На три минуты Как я те Отбирает У него Мяч Карпин Позняков Карпин Ох Как Круга Сыграл Против него Де Наполе Желтая Карточка Предъявлена Итальянскому Футболисту Итальянскому Выглядели Особенно Во втором Тайме Ну а концовка Второй половины встречи Была явно За Спартаковцев Вы помните Дважды Штанга Выручила Футболистов Наполе Ну а сегодня Совсем другой Характер Имеет игра Обе команды Осторожничают Особенно Итальянцы Такое впечатление Они Рассчитывают Только на ошибку Спартака В обороне Но пока Спартак Такой возможности Сопернику Не предоставляет Вот передача Нет Хорошо В подкате Действует Спартаковец Это Попов Шалимов Кульков Хорошо Здесь застрял Справа Во фланг Один из защитников Наполе Поэтому Вне игры Не было Ну кто знает Может там Поторопился На левом фланге Атаки Мостовой Подавая мяч В страхную площадь Усиленно готовится Марадона Разминается Собирается Наверное Все-таки Выйти На поле Трибуны Скандирует Спартак Спартак Не знаю Поможет ли Это Хозяевам Поля Штрафной удар Это уже Опасно И будут Бить Спартаковцы Там Кого-то Из Футболистов Наполе Придерживали Итальянцы Со своей Со своей Левой Левой Ноги Небольшой Смехом Он пошел Лубника И так Штрафной удар Удар Поворот Там Очень Вы знаете Опасно Мяч Над Перекладиной Покидает Предела Поля Ну Нельзя сказать Что Коварный Удар Был Он Просто Был Прицельный Бил Как Ятти Может быть Чуть-чуть Не дошел До мяча Ну вот Обратите Внимание Чечесов Просто Молодец Он В этой Ситуации Мог бы Перевести Мяч Через Перекладину Ну Вот Сейчас Мне кажется Ошибся Арбитр Поскольку Шалимов Мне так Показалось Упал По собственной Инициативе Просто Не удержался На ногах Поэтому Не случайно Феррара Капитан Неполитанского Клуба Он предъявляет Претензии Сейчас Судье Встрече Да Снегопад И довольно Сильный Над большой Спортивной Ареной Ну Такой мелкий Пока сыпет Снег Но я думаю Что Даст Возможен В нормальных Условиях Закончить Этот матч Подача В вратарскую площадку Кто-то из Итальянцев Выбивает Мяч Кульков Нет Не удержался Мяч У спартаковцев И Итальянцы Начинают Атаку По правому Флангу И Какой-то Мне кажется Даже туман Что-ли Спускается Над Стадионом В Ложниках Потому что Вот Из комментаторской Кабины Вы знаете Не очень Стало Хорошо Видно Футболистов Градиленко Харпин И еще дальше Наверное Налево Да Передача Попову Все И так Не торопясь Спартаковцы Делают Да Явно Явно Не хватает Со стороны Спартака Взрыва Страшной удар Тут Моментально Я смотрю Все Запасные Футболисты Они Скрылись Под навесом Здесь У беговой Дорожки На беговой Дорожке Где Запасные Сидят Небольшие Навесы Вот И в том числе Марадона Который Собирался Выйти Может быть И выйти На поле Скрылся Тоже Там Галли Бьет Мяч В центральный Круг Кинкок Ятте Дзола Кинкок Ятте Наверное Самый Активный У итальянского Клуба Но еще Боя По первому Тайму Выделил Все Али Мао Хотя Если Вспомнить Первую Встречу Али Мао Тоже Очень Активно Провел Первые 45 минут Но А затем Как-то Сник И совершенно Был Незаметен Во втором Тайме Даже Отошел Как я Сейчас Помню Назад Словом Совсем Не тем Что Али Мао Предстал Во второй Половине Встречи Спартаковцы Владеют Мячом На левом Фланге Шалимов Кульков Позняков Пошел Вперед Получает Мяч Нет Неточная Передача Чуть Не Рассчитал Кульков Потише Надо было Сделать Передача Так хорошо Очень на скорости Шел Позняков Кульков Рукой Показывает Арбитр Отталкивал От мяча Соперника Так что Страфной Удар Итальянцы Пробьют Пробьют И вот Этот жест Он Всем Очень Хорошо Знаком Замена В итальянском Клубе И выходит На поле Диего Марадона Под 16 номером Непривычный Конечно Для себя Вместо 5 рублей Уже Марадона Я скажу Какой Крайний Полузащитнику Для него Характерны Длинные Рывки По правому Флангу Ну и Когда Забывают О нем Партнеры Он Как-то Мне кажется Скромно Сам Себе Очень Ведет И Не Напоминает О себе Кульков Будет Бросать Из-за Боковой Вот Эти Погоды Тоже Небольшой Сюрприз Приготовила Футболиста Во второй Провень Встречи Кульков Мягкая Передача Куглу Штрафной Площади Это Алимао Отбивает Мяч Подальше От Штрафной Площади Ну что 21 Минута Прошла Уже Во втором Тайме Пока 0 Шалимов Кульков Нет Там Очень Чистый Итальянцы Играет Вот Удар Поворотом Нарушение Правил Был Сустром Спартаковцев Да И Вот Девятый Номер Капитан Спартака Шмаров Тоже Сегодня Совсем Совсем Незаметен Конечно Прежде всего От игры В атаке Во многом Зависит Результат Сегодняшнего Матча Но если Итальянцы Они себя Очень Скромно Я скажу В атаке Идут Их дело И Еще Сделаем Скидку На то Что На чужом Поле Всегда В общем То Команда Рассчитывает Больше На Контратаке Чем На Какую То Мощную Атакующую Игру Вот Что Касается Хозяев Поле Спартака Совтор Мне кажется Особой Агрессивности Они Сегодня Не Проявляют Мы В том Числе Их Капитан Шмаров Не Очень Хорошее Движение У него Без Меча В общем То Все Надо Признать Спартаков Играет Сегодня Не Блестяще Интересный Вид Футбол Складывается Не Только Из Играй С Мечом Когда Футболист Твердо И Владеет Ну И Естественно Без Меча Должны Прекрасно Действовать Футболистам Штрафной Дар Бьют Итальянца Но Это Уже Мне Кажется Сейчас Дело Марадоны Исполнить Штрафной Удар Метров Наверное Тридцать До Ворот Спартаковцев Марадона Бьет Поворотом Попадает В стенку Еще раз Хотел Перебросить Просто Мяч Через Стенку Там Своим Партнером Маура Прострел Штрафную Площадь Спартаковцы Все Собрались Своей Штрафной Черчесов Должен Забрать Мяч В руки Да Все Успокоился Итальянцы Очень быстро Отходят Назад И Спартаков Приходится Из глубины Начинать Атаку Причем Начинать Ее Против Всей Итальянской Команды Базулев Да Это Последний Матч В Москве На Открытом Воздухе Еще Будут Встречи Кубка Советского Союза Они Стоятся 11-17 Ноября Ну Это Уже В зале В зале Скорее Всего Все Матч Кстати Встречается Очень Интересная Пара Спартаковцы И Динамовцы Столицы И пройдут Эти встречи Уже Скорее Всего В армейском Манеже На Ленинградском Проспекте Ровно 25 минут Сыграли Команды Во втором Тайме 0-0 В матче Спартак Наполи Марадона Базулев Но мне кажется Кульков Сейчас должен Переключиться На игру Против Диего Марадоны Во всяком Случай В первом Матче Было Это Так И Как Надо Будет Наверное Перестраиваться Спартак В связи С появлением Марадоны На поле Кульков Еще одно Нарушение Правил Кстати Все мы Конечно Худшего Ждали В первых Матчах Второго Этапа Кульков Турниров Европы Здесь Сильные Соперники Пожребия Попались Нашим Клубом Ну вот Спартак И Торпеда В частности Очень достойно В первых Матчах Выглядели Матчах Матчах которые имеют после первого матча должны все-таки пройти в следующий этап кубка обладателей кубков спартаковцы штрафной быстро разыграли вот передача к линии штрафной площади шмаров пас назад хорошая передача ну а почему же не ударить сходова тотар теперь уже мяч уходит за пределы поля бил по моему базу лев до базу лев бросил свое место да обидно мяч был как говорят футболисты по моему прямо на ноге у спартаковцы когда вдоль штрафной площади вернее назад даже прострелил валерий шмаров кто-то из итальянцев очевидно получил довольно серьезную травму пока правда медицинского персонала нет кто знает может вот эта пауза просто и нужна была итальянца так немного посветлее по моему стало сейчас над стадионом итальянский клуб кстати очень обеспокоился именно в связи с погодными условиями в москве когда приезжали а представители кого клуба и просматривали мать спартака чемпионате советского союза ну в этом отношении все-таки повезло и спартаку и итальянцам еще раз повторю для ноября конечно погода вполне вполне приемлемая в москве для ноября для футбола все приемлемо вспомним хотя вы знаете итальянцы играют осенью весной чемпионат страны в милане в турине это на севере и италии там довольно прохладно зимой так что можно сказать и не привыкать вот в таких условиях выступать в официальных матчах удар от ворот итальянского клуба единственная ошибка может решить исход этого матча мне кажется только на нее можно рассчитывать или на какой-то совершенно невообразимый удар из-за пределов штрафной площади а так подобраться к воротам это шмаров хорошо идет карпин но почему бы и не пробить было поворотом гальдис мечом гальдис мечом топов продолжается матч спартака и напали не переживайте вы еще услышите голос евгения майорова просто вот на той копии которая есть в нашем распоряжении копии этого матча нет озвучки евгения саныча в последние 15 минут основного времени досмотрим эти 15 минут и потом уже вновь будем смотреть и слушать футбол с евгением майорова ну что ж все меньше и меньше остается времени до окончания девяносто минутки вот той которую спартака и напали должны были сыграть в москве пока 0-0 по прежнему и с переменным успехом как вы могли заметить проходит этот матч в первом тайме напали своим прессингом и очень хорошим движением создал проблемы хозяевам после перерыва спартак постепенно стал находить свою игру и а мяч все чаще стал появляться около штрафной гостей много борьбы в этом матче и в частности футболисты напали не всегда эту борьбу ведут в рамках правил вот желтая карточка которую получил массимо маура для гостей стал уже четвертый по ходу сегодняшнего матча это инкак я те с мячом и марадона вышел на поле марадона уже где-то около 20 минут сыграл но сказать что он как-то резко усилил игру своей команды пока наверное нельзя может быть да и наверняка сказалось и то что марадона не прошел полный подготовительный цикл к этой встрече вы прекрасно уже знаете как он добирался до москвы вот мастер отдает отличную передачу и здесь уже массимо криппо на левом фланге криппо отдавал в штрафную спартаковцы отбились марадона с мячом понятно что после того как он появился на поле большинство атак на поле идут так или иначе через него и добиваются гости право на угловой москвы на поле декорка и снова марадона своей левой подает удар поворотом вот какой момент черчесов выручает спартак но прежде всего за счет того что грамотно выбрал позицию остался стоять на месте и мяч по сути попал в него ну как опасно итальянцы мы еще раз убедились давайте посмотрим повтор этого момента подача на дальний угол вратарской видите что последовала скидка и совершенно один без опеки остался джованни франчини защитник неаполитанцев он бил в упор перепадинка на этот раз фирменная спартаковская стеночка не сработала василий кульков сыграл с шалимовым шалимов подключает перепадинка перепадинка сместился в центр сейчас помогая партнерам комбинировать здесь на поступок штрафной базу лев игра деленко темп игры конечно снизился ближе к концу основного времени не мудрено и условия погодные очень тяжелые для ноября для начала ноября тот снегопад который разразился по ходу этой встречи во втором тайме очень-очень редкое явление когда мы говорим о том что напали начал матч активней и в первой половине встречи двигался лучше чем спартак прессинговал здорово мы все-таки должны делать скидку на то что у итальянского клуба сезон уже в самом разгаре и напали находится в еще больше более приличной степени функциональной готовности нежели за две недели до этого когда первый матч против спартака играл дома ну а у спартаковцев как раз позади очень длинный сложный сезон что касается например того же Игоря Шалимова он и на чемпионат мира ездил выступая в составе сборной Советского Союза в общем сейчас в начале ноября спартаковцы в том что касается физического состояния наверное не на пике Алемао одно ложное движение другое приблизился к штрафной но пробить так и не решился упустил момент сначала а потом уже было поздновато Огромный интерес конечно вызвала эта игра и впервые за долгое время в Лужниках был практически аншлаг тогда эта арена вмещала чуть больше зрителей чем она вмещает сейчас и мы слышим Спартак Спартак поклонники красно-белых гонят свою команду вперед но спартаковцы как сейчас можно заметить стремятся не просто доставить мяч к чужим воротам но сделать это так чтобы не нарваться на контратаку Градиленко 10 минут до окончания основного времени пинкаке пас в недодачу спартак мяч перехватывает и идет вперед это Борис Позняков обыгрался с партнером теперь налево пасует и там уже Дмитрий Попов получает мяч перепадинка подключение Кулькова Наполи здесь сконцентрировал довольно значительные силы на подступах к штрафной и непосредственно в штрафной все защитники в пределах своей штрафной площади и там еще Хавбеки помогали две такие оборонительные линии Валерий Карпин вбрасывает мяч из-за боковой не понравилось ему что итальянский футболист мешал ему это сделать Инкакяти наткнулся на Познякова Марадона Мауро слева получает мяч уходит от перепадинка и здесь по мнению французского рефери были нарушены правила итальянцы получают право на штрафной и вот это по-настоящему опасно особенно если помнить о том как здорово Диего Марадона может исполнить удар в первом матче Спартак уже с этим столкнулся и тогда Черчесову пришлось весьма непросто разыгрывает на этот раз Марадона отбросил мяч в штрафную то ли удар то ли прострел хватается за голову Инкакяти если бы он чуть-чуть поактивней пошел на ворота то может быть сумел бы поспеть к этому мячу и подставить ногу вот давайте еще раз смотреть ну да Марадона стоял около самого мяча и можно было предположить что бить он не станет а вот этот скорее может быть удар пусть и не сильный но мяч в сантиметрах от штанги проходит Мостовой сыграл с партнером чуть сзади остался Александр Мостовой а Спартак атаковал усилиями Дмитрия Попова Попов очень часто подключается вперед в атаку ну и все-таки наверное подспудно футболисты уже готовятся психологически к тому что будет назначено дополнительное время ни одного мяча пока в этом розыгрыше Наполи не пропустил В первом раунде две сухие победы и вот нулевая ничья с Спартаком и здесь пока в лужниках 0-0 Карпин направо отпасовал здесь Шмаров отличный пас нет положения вне игры Кульков троих вокруг себя собрал и в итоге с мячом вынужден был расстаться Тяжелое поле видите что этот снегопад он сказался Ферраро перехватил мяч и Маура пасует вперед игра в касание вот здесь вот чуть-чуть поотстали Хавбеки Спартака пришлось потом догонять и Карпин без нарушения отобрал мяч Перепаденко пасует налево здесь Александр Мостовой и против него Франчини Базулев Базулева отмечали итальянские журналисты после первого матча между этими командами который состоялся в Неаполе его Кулькова так получилось что большую часть первого матча и значительную часть второй встречи Спартак вынужден был посвятить охране собственных ворот поэтому неудивительно что вот такие футболисты как Кульков и Базулев попали в центр внимания удостоились высоких оценок ну и в атаке Спартаковцы пытаются что-то создать вот еще один защитник Борис Позняков пошел вперед и заработал штрафной Инкак Яти нарушил правила понятное дело что у форвардов навык игры в отборе в гораздо меньшей степени развит нежели у защитников и вот поэтому как ни парадоксально оттягиваясь назад чтобы помочь своим игрокам обороны нападающий может быть скорее опасен и вреден нежели приносит пользу особенно когда пытается вести отбор в пределах штрафной но здесь нарушил правила Инкак Яти буквально за полметра до линии штрафной площади Шмаров у мяча в принципе отсюда можно попытаться и пробить хотя более вероятен навес или прострел Шмаров простреливает низом слишком много там было ног и своих и чужих итальянцы сумели отбиться это Мауро мы его по всему полю видим желтую карточку он получил несколько минут назад отбирая мяч на правом фланге обороны своей команды вот сейчас боролся за отскочивший мяч слева видели мы как по центру он разгонял атаку пасуя Марадони Сильный удар вперед и здесь спартаковцев больше оказалось на этом участке поля Карпин еще одно попадение на этот раз упал мостовой но штрафного не назначено Марадона лишь одну замену произвел Альберто Бегон наставник гостей вот как раз Марадона вышел вместо Дзолы а Спартак играет теми футболистами которые и начинали этот матч Попов подача вот Марадона уже выбивает мяч на границе собственной штрафной Базулев Горделенко не слишком удачно сыграл но здесь поле подвело конечно видите как мяч скачет как он дробит ноябрь месяц все вы сами прекрасно понимаете Карадини поставил корпус и вынудил соперника нарушить правила вот вот уже и персонал команд готовится к тому что сейчас будет пауза и потом дополнительное время уже готовят стаканчики для горячего чая или кофе это нам показали итальянскую скамейку и вратарь Джованни Галли который сегодня успел уже получить желтую карточку Позняков отбрасывал мяч Черчесову Горделенко тот же самый состав у Спартака что и проводил первый матч с Наполи в Италии у итальянцев определенные изменения есть и были в стартовом составе появились новые футболисты пас мостового уже подстраивался под удар Валерий Карпин но мяч опять подскочил а здесь спартаковцы по мнению арбитра нарушают правила французского Гирарда заставил на спинт на части Шалимов Марко Барони у мяча Барони чей гол стал решающим в предыдущем сезоне в борьбе за Скудетто в последнем туре Барони забил победный мяч своей команды Наполи выиграл 1-0 и в итоге обошел на 2 очка Милан перепадинка с мячом и пробить бы нет Шмаров улучшал позицию вот сейчас бьет рикошет и Галли накрывает мяч и правильно сделал что сразу накрыл потому что если бы отпустил от себя там уже спартаковец набегал Галли идет уже компенсированное время думаю что будет его не так много и вот-вот раздаться свисток команды начнут уже готовиться к дополнительному времени Попов но есть еще силы и возможность провести последнюю атаку Спартака по-моему уже футболисты смирились с тем что в основное время будет ничья итальянцы всей команды на своей половине поля за исключением Инкакьяти ну вот и он уже оттягивается Попов получает мяч напротив него Мауро страхует Франчини пас мостового в штрафную выбил мяч Алимао и свисток французского судьи 0-0 ничья после 90 минут игры в Москве между Спартаком и Наполе футболистов и нас с вами ждет дополнительное время Базулев пока центральный защитник Спартака с мячом пока центральный защитник Спартака с мячом фланг Попов перепадинка сместился на левой фланг видно совсем я уже говорил об этом забыли спартаковцы о нем когда на правом фланге находился перепадинка вот кстати оттуда он делает довольно точные нацеленные передачи использовались в матчах чемпионата страны попов фалимов на коротке скульковым играет еще конечно направо будет передача да ради лента получает мяч перепадинка скульков кто-то из итальянцев сыграл рукой штрафной удар футболисты спартака будут бить так поактивнее пойти в страхную помощь может быть какой-то доли орунтюризма что ли удар поворот там попов позняков кульков получает мяч выбивает бароне мяч из пределов страхной площади и затем уже маура пытается что-то организовать пока на своей половине поля итальянцы марадона а очень плотно вы знаете такой мощный футболист он хорошо на ногах держится невысокого роста рост у него всего метр шестьдесят восемь сантиметров пульков отдает назад пазу ли а 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 Градиленко Марадона, Черчесов. Только он может выручить команду. Да, что и делает своевременно. Вышел из ворот уже за пределами штрафной площади, как полевой игрок, сыграл Спартаковцы. Там кто-то из защитников, по-моему, Позняков оставался последним. Поднял руку вверх, сигнализируя, что вне игры было. Но все было в пределах правил. Вот такая острая очень передача была со стороны Марадона. Ну, как, в общем-то, не вспомнить хотя бы матч. Средний момент. Едва ли в одной из немногих атак сделал точнейшую передачу Каниджио. И тот забил единственный мяч в этой встрече. И вот сейчас точно такая же, вы знаете, очень острая была передача на Марадоне. Но в решении правил мостовой, конечно, мостовой. Вместо того, чтобы самому двинуться навстречу мячу, он прежде попридержал соперника. Штрафной удар. Это третий номер Франчини. Джованни Франчини. Арбитр просит, чтобы... Ну, здесь рядом совсем с... Бровкой боковой линии поля. Чтобы его увели за пределы поля, можно было продолжать игру без пауз. Городини. Такая отбойная, что ли, игра была сейчас со стороны и спартаковцев, и итальянцев. Шалимов. Позняков с мячом. Городи Ленко. Подача в штрафную. Шмаров бьет поворотом с разворота. Так мяч подскочил перед спартаковцем. Удар, в общем, не получился. Но приготовился. Шмаров так уже готов был нанести прицельный довольно удар. Джованни Галли ведет мяч в игру. Уже говорил я о том, что главная проблема спартаковцев перед этим матчем была это наладить атаку. Это можно было сделать, конечно, за счет активной очень игры средней линии. Чистых нападающих-то у Спартака раз-два я обчелся. Ну, один, по сути, ошмаров. Ну, вот в средней линии тоже, я скажу, его агрессивность особой нету у Спартака в сегодняшней встрече. Базуев, Позняков. Очень столькие, вы знаете, терпеливые зрители собрались на большой спортивной арене. Несмотря на такую погоду, никто, я думаю, не покидает поле. 0-0 по-прежнему. Херара. Нарушение правил, конечно, нарушение правил. Зацепили защитника итальянцев и штраф на удар. Наполе будет бить. Это очень-очень опасно. Марадона. Как-то незаметно он вообще вошел в игру. И... Там плотно очень итальянцы в обороне играют. Причем на одну деталь, мне кажется, стоит обратить внимание. Хороша не на перехватах. Из-за футболиста выскакивают и перехватывает мяч. Прекрасная передача. Это Инкокьякти и... Нет. Все-таки не бьет поворотом. Ложный замах был. Хотел наверняка выйти на позицию, когда уже никто ему не помешал бы нанести удар поворотом. И обратите внимание, вновь эту передачу сделал Марадона. Скромно очень он держится на поле. И мы уже обращали на это внимание. Но вот видите, в дополнительное время две уже прекрасные передачи сделал партнером. Шалимов. Движение. Движения не хватает у Спартака. Позняков. Ну, теперь только вариант один налево по полу. Ошибается Позняков Марадона. Остается у него мяч. Опять уложили его на землю. Так что штрафной удар будут бить итальянцы. Опять очень опасно. И теперь уже ближе к середине поля. Ну, практически прямо против ворот. А все началось с чего? Вот в середине поля, недалеко от центрального круга, ошибся Позняков. И перехватил мяч Марадона. И последовала тут же стремительная атака итальянской команды. Почему поддержка была у Марадона? Ну, здесь он решил сам эвакуально сыграть. Кстати, снегопад закончился. Так что, ну, вы, наверное, обратили внимание на нее. Так что, на задержание другое сразу. Итак, штрафной удар Марадона, естественно, будет бить где-то в районе 11-метровой отметки. Так, по 11-метровой отметки должны стартаться выстроить стенку. Но чуть-чуть поближе она не остается. Там еще два футболиста итальянского. Кула пристроили футар поворотом. И опять Черчесов угадал. Угадал. Надежно сыграл. Братарь спартаковцев. Феррара. По-моему, минуты три остается до окончания первых 15 минут дополнительного времени. По-моему, минуты три остается до окончания первых 15 минут. Мостовой. Это Градиленко. Это Градиленко. Интересно вообще, как складывалась бы игра, если бы соперники предпочти открытый футбол в этой встрече. Но в этом случае даже я не берусь предсказать исход этого матча. Мостовой. Очень хорошо. Корпус не умело закрывал мяч. А сейчас что? Ну, мне так показалось, что там не было нарушений правил со стороны итальянцев. А вот арбитр зафиксировал игру рукой у мостового. Приходится вот так индивидуально попытаться пробиться к воротам, потому что длинная передача, когда следует у Спартака, то, как правило, или Шмаров, или мостовой оказываются в одиночестве. Поддержки никакой совершенно нет. Феррара. Затоптал, буквально затоптал Спартаковец. Штрафной удар. Набьет до Наполи. Имко Кьяти. Из-за боковой итальянцы будут вводить мяч в игру. Имко Кьяти. Маура. Кульков здесь, рядом, естественно, с Марадоной находится. Вот он перехватил мяч. И налево Попову. И еще дальше Покашалинов свободен. Он решил в центр сыграть Попову. Базулев. Мостовой. Вот видите. От штрафной площади Карпин привел мяч в центральный круг. Вот такое же расстояние метров сорок придется теперь преодолевать Спартаку Попов. Подача в штрафную. Мяч уходит за боковую линию. Арбитр Мишель Жеральт посматривает на секундомер. Сейчас закончатся первые 15 минут дополнительного времени. Смотрю, у итальянцев покидает пока поле Алимао получил травму. И вот следует свисток по окончании первых 15 минут. Команда сейчас так не торопясь, я думаю, поменяются воротами. И заключительные 15 минут встречи уже начнутся. Все идет все-таки к тому, что придется пробивать 11-метровые уже после матча. А это вы сами понимаете, лотерея. И угадать, какая из команд окажется просто удачливее. Даже здесь, я скажу, уже будет решать в большей степени, мне так кажется, не мастерство, а просто удача. Итак, итальянцы сейчас должны начать последние 15 минут встречи. Марадона, инфоприятие. Перепаденко перехватил мяч. Кстати, спартаковцы, вы знаете, еще ни одной замены не сделали. У итальянцев одна вместо Бзолы вышел Марадона. Я смотрю, фотокорреспонденты как-то очень дружно потянулись к воротам Станислава Черчесова. Не знаю, с чем это связано. Но я скажу, что за исключением двух штрафных ударов, которые выполнял Марадона и Черчесов сыграл очень надежно. В остальном-то, я думаю, никакого преимущества нет у итальянской команды. Нельзя сказать, что гол вот-вот назревает ворота спартаковцев. Не так все спокойно, очень надежно в обороне спартака. Галли вводит мяч в игру. Ну, что касается итальянцев, то они, мне кажется, тоже себя чувствуют довольно спокойно в своей штрафной площади. Но спартак не так часто все-таки угрожают. Алимау бьет штрафной. Попадает Шмарова. Стоял, правда, только баллисты. Перепадинка. Кубков. Налево, Попову. Так и в дополнительное время Спартак имеет территориальное преимущество, но только территориальное. До Наполи. Марадона. Вот здесь скоростью, мне так показалось, получше. Выглядел твой пол. И арбитр не зафиксировал нарушение правил со стороны спартаковца. Борьба такая чистая была борьба за мяч. Перепадинка. В сторону столкаться. Назначен свободный удар. Сейчас там унышно задерживая мяч. Карпин. Устали, мне кажется, все-таки обе команды. Устали вообще бороться на каждом класке. Буквально. Поле такой, правда, жесткой борьбы может быть нет. И персональной опеки. Тем не менее, все-таки силы физические не беспредельны. Правда, поле сегодня не тяжелое. В общем, в хорошем, в очень хорошем состоянии поле. Ну и все равно, одни из-за того, что конец сезона уже много сил. И так было потрачено. И во вторых, может быть, потому что не в лучшей форме находится, я имею в виду итальянский клуб. Так что затихает постепенно к концу матча игра. И это чувствовалось уже во втором тайме, когда подходил его к концу. Может, последние, как в 15 минут, по-моему, играли, не торопясь. Перепадинка. Неплохо, неплохо, Попов. Перепадинка. Удар по воротам. Мне кажется, Заряча все делал Спартаковец. Так, чуть-чуть подрезал мяч, направляя его в дальний от себя угол ворот. Вот Инкопьятти. Маура. Он приближается к штрафной площади еще. Марадона, вот опасный момент. Могут Спартаковцы облегченно вздохнуть. Эта передача была очень острая в направлении Марадона, но чуть-чуть не дотянулся, мне кажется, аргентинец до мяча. Алимао. Феррара. Мостовой. Сил бы были, чтобы убежать. Ну и вот здесь, назад, вдоль штрафной площади. Шалимов. Хорошая передача на коротке. Не туда, Карпин. Не туда, на свободное место, на ход Шалимову. Обидно. Очень обидно. Там выиграл борьбу мостовой около угла штрафной площади. В окружении трех, по-моему, соперников находился. И надо же вот такому случиться. Штрафной удар сейчас бьют итальянцы. Ну что ж, совсем немного времени остается до конца. Даже дополнительного теперь уже времени. И вариантов, по-моему, никаких нет. Маура. Тоже какая-то чувствуется заторможенность в действиях итальянцев. Ну что, Наполе будет водить мяч за боковой. Или все-таки там нарушение правил. Нарушение правил было. Кульков. В центральном круге он. Марок перемещается вдоль линии штрафной площади. Не точная передача. Это Феррара. Нет, не надо. Марадония разводится руками. Кульков предел справился. Городиленко. Спартаковцы введут мяч в игру. Бегут минуты. Пока 0-0. Почти два часа уже играет. На команду. Но еще прибавьте к этому 90 минут. Первого матча. И получится 210 минут. И ни одна из команд не может забить хотя бы одного мяча. Шалинов с мячом. Но там очень веский, я сказал бы, даже грубо сыграл итальянский футболист. Это защитник Карладини. Так, со штрафной спартактики набьют минуты. Даже не для профилактики. Арбитр остановил встречу, поскольку мяч оставался у Спартака. А чтобы, в общем, сделать серьезное, по-моему, внушение футболисту. С мячом Галли. Вратарь итальянца. Кинкок Ятте. Базулев. Все стоят. Вот Шалимов двинулся по левому флангу. Получил мяч от Кульхова. Попов. Стартак бросает из-за боковой. Мне кажется, вот характер этой встречи предопределила уже игра после первого матча, который безрезультатно закончился. Вот именно счет 0-0 он и определил, в каком ключе будут играть команды в ответные встречи. Не знаю, это у меня такое впечатление. Но кроме всего прочего, конечно, и подготовились они к матчу. Вполне приличная и та, и другая команда. И Спартак, и Наполе. Я уже говорил о том, что Спартак все тщательно изучили игру итальянского клуба, уделив много внимания, в общем-то, теоретической подготовке к этой встрече. Да, холодно, холодно итальянцам, и нашим, наверное, Катрининам тоже холодно. Вот поэтому такая и получилась сегодня игра от обороны практически. Можно на пальцах, наверное, одной руки пересчитать все острые моменты, которые возникали. Два раза в первом тайме остро сыграли спартаковцы. Что-то было во второй половине встречи. Ну, это же касается и итальянцев. Даже, может быть, Спартак чуть-чуть был по серьезности, что ли, моментов, был чуть-чуть поближе к тому, чтобы забить мяч, чем итальянский клуб. Базулев отправляет мяч налево. Попов. Халимов. Вновь Базулев. Попов на левом фланге. Перед ним вырастает Феррара. Подача в штрафную площадь. Там, в Карпину, чуть-чуть бы пораньше надо бы вступить в борьбу. Вот это защитник Кариппа. Атакует спартаковцев. И что показывает судья? Нарушение правил? Да, нарушение правил. Штрафной удар в сторону ворот Спартака. Мне показалось, сначала был выбит мяч, а потом уже ногу спартаковца споткнулся и футболист итальянского клуба. Но, тем не менее, штрафной поворотом вряд ли есть смысл бить далеко и где-то ближе к боковой линии поля. Такое чувствуется напряжение. Ну и в то же время растерянность, мне кажется, в глазах у тренера итальянского клуба. Подача. Попов. Все, по-моему, закончилось. Да, основное время игры закончилось. Давно уже, кстати, 35 минут назад. Закончилось и дополнительное время. Итак, давайте с вами теперь готовиться к тому, чтобы посмотреть, как команда будут пробивать 11-метровые удары. Я думаю, что они к этому уже были готовы. И тренеры заранее, наверное, определили, кто будет их пробивать и какое все это будет происходить очередности. Сейчас разыграет ворота. Ну, скорее всего, правые ворота будут пробиваться 11-метровые. Ну и теперь будем рассчитывать на что? Только на удачу. Еще раз повторю о том, что, к сожалению, мастерство уже здесь почти не играет роли. Даже футболист, который мастерством не обладает, может забить. Достаточно, я имею в виду, мастерство. Может забить 11-метровые. Подошел посильнее, может быть, ударил. Створ в ворот попал. Ну, при теперешних вратарях, которые почему-то все время гадают, в какой угол будет бить футболист. Как правило, такие удары проходят. Ну, кто знает, и сейчас это все пройдет. Это Шмаров, капитан Спартаковцев. Ну, кто там штатный пенальтисты Спартака? Шмаров может пробить 11-метровый. Но, к сожалению, нет Черенкова, Родионов бил 11-метровый. Кульков, по-моему, может пробить 11-метровый. Конечно, очень хочется Спартаку вот на такой хорошей все-таки ноте закончить выступление в этом сезоне в Кубке Европейских Чемпионов. В случае удачи Спартаковцы выходят в 1-4 финала Кубка Европейских Чемпионов. Это, я уже скажу, в общем-то, достижение. Но все-таки давайте с вами объективно смотреть на вещи. У Спартака большие очень изменения произошли в составе по сравнению с прошлым годом. Так вот, на память сразу сходу, можно сказать, кто отсутствует. Это Родионов, Черенков, Бокий, Посулька, Евгений Кузнецов. Видите, это уже практически половина команды. Ну, из них только Бокий может быть так где-то под сомнением, потому что он не всегда все-таки играл в основном в составе. А так, вот потери четырех футболистов, она должна была сказаться. И команда еще, мне кажется, пока еще обретает свое лицо. И так потянулись и фото корреспондентов в центральный круг. Там усиленно очень фотографируют. Мне кажется, в основном Диего Марадоно. Да, в основном его. Причем очень интересно. Перед матчем один из корреспондентов наших беседовал с Марадоно. Он сказал, что нет, я играть не буду в сегодняшней встрече. Когда его спросили, а почему вы, так сказать, вы же прилетели из Италии. Ну, в общем, тренер был очень недоволен тем, что я прилетел не вместе с командой, а отдельно. Кстати, появился он вчера уже, вернее, даже уже сегодня, можно сказать, в отеле, где остановились и итальянцы, только в 12 часов ночи. То есть в первом часу ночи он фактически сегодня уже появился. Ну, каждый, знаете, по-своему, конечно, готовится к встрече. Только пять футболистов остаются в центральном клубе, по пять, вернее, футболистов, которые будут выполнять 11-метровую. И Спартака это вот подтягивается, мне видно, Мостовой, Кульков, Шалимов, Карпин и еще кто-то, Ишмаров. Вот эта пятерка у спартаковцев будет пробивать 11-метровые удары. Ну, что касается итальянцев, то пока я вижу Феррару, второго номера, затем ходит, по-моему, там в центральном круге, Маура, девятый номер. А спартаковцы будут начинать эту серию 11-метровых. Итак, мяч устанавливается на 11-метровой отметке, и Карпин, вы знаете, очень ответственный первый удар, очень ответственный. Он какой-то толчок дает, наверное, всей четверки, остальной четверки, да и вообще всей команде. Теперь уже, знаете, от коллектива мало чего зависит, вот только от этих пяти человек. Итак, Карпин разбегается, удар по воротам, 1-0, спартаковцы ведут. Вот, наконец-то, зрители дождались, как мяч оказался в сетке ворот, правда, после уже, так сказать, 120 минут игры, но тем не менее. Итак, давайте запишем, чтобы нам не запутаться, Карпин 1-0. Ну вот теперь уже, мне так думаете, итальянцы в несколько щекотливом таком положении, вы знаете, психологический груз уже начинает, мне кажется, давить. Все-таки Спартак забил один мяч, а вот теперь бьет у итальянцев первый футболист. Это Феррара. Удар, хороший удар, прекрасный, хотя угадал сейчас Черчесов, но достать мяч не мог. Итак, Феррара забивает мяч, 1-1, пока ничья. Следующий у спартаковцев Игорь Шалимов. О, отдувается, отдувается Олег Романцев. Ну, действительно, очень-очень тяжело, просто невозможно, мне кажется, пережить вот такой матч. Хотя, я скажу, может быть, и можно пережить, поскольку равная все-таки игра была. Удар, 2-1, Спартак выигрывает после удара Шалимова. 5 забил Игорь Шалимов, номер 8. Маура, итальянец, 9-й номер, но собирается бить 11-метровый второй футболист итальянского клуба Наполи, пока Спартак выигрывает со счетом 2-1. Игорь Шалимов, номер 8. Романцев сейчас доволен был тем, что так удачно сыграл Черчесов. Следующий Валерий Шмаров, 2-2, пока. Удар, 2-2, Спартаковцы выигрывают. Мяч забил Валерий Шмаров. Но если так будет и дальше продолжаться, то это значит до бесконечности. И потом вторая пятерка выйдет на поле, ну, вторая пятерка до первого пробуха. А вдруг не будет этих промахов, так и в круговую и будут футболисты бить пенальти. Пока 3-2, Спартаковцы выигрывают. У итальянцев. Не вижу, вы знаете, кто собирается бить 11-метровый. Удар. И мяч летит мимо ворот. А Билбергоми. Простите, Барони. Шестой номер итальянского клуба. Промахивается. Спартак остается по-прежнему впереди. 3-2. И равное количество ударов произвели команды по воротам. Василий Кульков. Четвертый футболист выходит к 11-метровой отметке. Очень, вы знаете, многое от него зависит. Очень, очень много. Удар. Мяч в воротах. 4-2. Спартак выигрывает. Четвертый футболист. Василий Кульков. Номер третий. Вот так не торопясь к 11-метровой отметке идет Диего Марадона. У него, вы знаете, своеобразная техника, что ли, пробить 11-метровый. Где-то с паузами так задерживается. 4-2. Спартак выигрывает. Остался еще один футболист, который будет бить 11-метровую спартаковцев. Это Александр Мостовой. А что касается итальянцев, то вот Диего Марадона и еще один футболист будет бить 11-метровый. Итак, Черчесов должен занять свое место на линии ворот. Разбегается. Удар по воротам. 4-3. Спартак пока впереди. Марадона очень четко. Номер 16-й. Пробил 11-метровый. Ну что. Александр Мостовой. Кстати, вот этот удар может оказаться последним матчем. Если Александр Мостовой будет точен. Чувствуется, чувствуется волнение. Спартаковца. Да и все мы, наверное, переживаем. За команду. Участники сейчас за Александра Мостового. Удар. Гол. Все на этом заканчивается. Спартаковцы по счетам 5-3 побеждают по пенальти неаполитанский клуб на поле. Команда сейчас бросается к Александру Мостовому. Обнимает ее. И таким образом футболисты Спартака выходят в 1-8, в 1-4 финала Кубка Европейских чемпионов.